Всем привет! Меня зовут Руслан Голованов, я член ACCA и занимаюсь подготовкой студентов к сдаче экзамена Financial Management and Advanced Financial Management. Сегодня я расскажу, как готовиться и сдавать экзамен Financial Management и его русский аналог – Финансовый Менеджмент. На экзамене тестируется теория и умение практически решать задачи в равной степени. Таким образом, для подготовки к экзамену нужно охватить большой объем информации. Встречаясь с этой теорией в первый раз, достаточно сложно понять для себя, на чем в первую очередь нужно сконцентрировать свое внимание, на чем сделать акцент в обучении. В Learned Online мы помогаем определить наиболее важные темы для обучения. При этом уже после первого занятия вы сможете решать задачи под дисконтированный денежный поток, понимать, какие денежные потоки релевантны при принятии инвестиционных решений, а какие нет. Познакомитесь с такими понятиями, как Net Present Value, Internal Rate of Return, что такое ставка дисконтирования и какую следует выбирать ставку дисконтирования в конкретных случаях. Наш курс хорошо структурирован. Мы умело сочетаем теорию и практические решения задач, подобранные под эту теорию. Благодаря этому у студентов не остается белых пятен после наших занятий. При этом мы всегда готовы прийти на помощь и помочь нашим студентам, оставаясь на связи по электронной почте и WhatsApp. В конце курса наши студенты сдают пробный экзамен, который проверяется преподавателем. Мы стараемся давать максимально развернутую обратную связь, чтобы было понятно, что у студента получается, а на чем следует сфокусировать свое внимание в оставшееся до экзамена время. Сам по себе пробный экзамен – это уникальная возможность как проверить свои знания, так и понять, где следует сфокусироваться в оставшееся до экзамена время. Мы не говорим, что экзамен Financial Management легкий. Дерзайте, идите до конца, даже если это сложно. Ведь именно знания, которые были получены с трудом, запомнятся лучше всего и будут помогать вам на протяжении всей карьеры. Да и ценность ICC была бы гораздо ниже, если бы все экзамены сдавались легко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!